Всем привет, друзья! Мир вашему дому и чистейшего неба над головой! На огороде всё поспевает, помидоры спеют. Кизил уже у меня поспевает. Только и успевай работать, друзья. Работа работай, закрутки закрутками. В Грузии какая беда случилась, наводнение, много жизней унесла. Сегодня в новостях сказали, что в Приморском крае... Где дочь, а в каком городе? Уссурийск? В Уссурийске прорвало дамбу и эвакуирует людей. Господи, спаси и сохрани всех. В общем, собрала сегодня помидор и буду варить, наверное, домашний кетчуп. А что делать? Сейчас перцы ещё красные дорогие и будем готовить кетчуп без красных перцев. Мы даже и не знаем, что в этих готовых кетчупах налито. Готовим свойский кетчуп. А пока я сварю кетчуп, у меня одеяло высохнет. Пока одно постираю, а через несколько дней постираю другое. Потому что сегодня жарко, а потом незаметно так подкрадётся осень, что мы даже очухаться не сможем. Ну что, мои хорошие, давайте готовить. Томаты созревают все теперь. И бычье сердце, и чёрный принц. Все-все. В общем, мою домашних помидоров. В общем, вот так вот. Два ведра помидор свойских. Пять килограмм лука репчатого. И килограмм чеснока. Всё. Ставим на огонь. И добавляем три горьких перца. Пока три штучки, чтобы она поварилась вместе и дала такой душистный, пикантный вкус и запах. А потом уже будем смотреть, как мы любим. Всё. Потушились наши овощи. Уже кастрюлька такая тёплая. И можно блендерить. Пробили блендером. Теперь, как по конвейеру. Перетёрла. Всю эту массу, видите. Зёрнышек нет. Кетчуп варится. Попробовала. Вкус прекрасный. Теперь надо посадить. И чуть-чуть посладить. Потому что домашние помидоры, какими не были сладкими, в итоге есть всё равно повышенная кислотность. И мы добавим чуть-чуть сахара. Соль добавляем по вкусу. А вот сахар я добавила вот таких вот 6 столовых ложек с горкой. Всё. Больше ничего не надо. Варим. И будем закатывать. Дошли руки. Стирать одеяло. Этому одеяло уже лет 9-10. Греческое. Верблюжие. Стираю вручную. Не люблю одеяло относить к химчистку. Не доверяю. Лучше самой постирать. Вот. В детскую ванную. Набираю воды. Сыплю порошок ориель. Прям хорошенечко. Вот так вот. И буду погружать одеяло. Вот такое вот. Марина одеяла. Одного таза не хватает. Подложила ещё второй. Вот стираю в двух тазиках. Уже полоскаю. В общем. Силы надо. Ого-го. Да. Уже не то. Раньше вот так взял, перевернул. И повесил сушиться. А теперь нет. Уже с помощью, конечно. Одна я не справлюсь. Надо будет несколько человек, чтобы повесить. Вот так вот, чтобы повесить на верёвку и сушить. А что делать? Вот так как-то. А вы как справляетесь, девчата? Да и я привыкла вручную стирать. Вручную, когда стираешь, качество не портится. Холодной водой. Но ничего. Видите, сколько выходит. Вода какая. Вот так вот. Смотрите. Каждый год так стираю. Это зимнее отдело. Сейчас затоплю весь двор. Хорошо, хоть вода бежит. До обеда будет бежать. И то хорошо. Ну всё, мои хорошие. Я продолжаю стирать. Полоскать. Всё вместе. Вот и одеяло к вечеру уже высохло. Я, правда, очень довольна стиркой. Красота. Ну всё. С одним одеялом уже управились. Вот такая вот красота. Чистота. Всё. А там у нас варится томат. Пойдёмте теперь закручивать банки. Так вот. Из двух ведёр помидор получилось вот столько баночек. Вот такая вот. Вкусняшка. Очень вкусно. Получилось. Зато домашняя. Не надо покупать. В меру такая остринка. Ну, получилось очень вкусно. Всё ж таки домашние томаты. Зернистые, да? Очень много семян. И жмых почти 3 килограмма отходов получилось. В общем, вот так вот. На вкус и цвет очень даже нормально. Ну, вот так вот. Готовьте на здоровье. И радуйте свою семью. Всем приятного. А кетчуп, друзья, получился вот так кенски. Вкусно и доступно. Ну, что, мои хорошие. Такое пекло, одеяло высохло. Понимаете, какая жара. Дышать нечем. Вы, наверное, в химчистку относите одеяло, да? А я постирала вручную. В общем, из сил выбилось. Всё. Теперь мне нужно будет ещё неделю ждать, чтобы постирать второе одеяло. Ну, что, мои хорошие. Если вам видео понравилось, пишите комментарий. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И всем пока-пока. До новых встреч.